Сегодня не хватило Крембаса для победы? Ну, во-первых, в концовке промазали много штрафных, програли подбор. Я думаю, этого прежде всего не хватило. А так вообще игра очень понравилась. Спасибо хозяевам за такую игру, которая дает возможность нам прогрессировать. И хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас сегодня поддерживали. Повторяю, что приятно. Наверное, третий матч в чемпионате будет много? Конечно, чемпионат длинный. Но я надеюсь, что наша команда будет прогрессировать с каждой игрой. Сегодня была очень сложная игра. Начали вроде неплохо, повели. Потом где-то потеряли нить игры. И провалили, скажем так, вторую четверть. Там был счет 30-45. Но опять же, где-то есть свои наработки в защите. Команда сыграла командную игру в защите. И сумела нейтрализовать этот отрыв. Забив 15 подряд. Закончив первую половину с счетом 47-47. Вроде как бы должно было научить. И в третий. Опять сделали маленький провал. Хотя в конце вышли почти на 9-10 очков вперед. Вот вроде там 3 минуты оставалось. Можно было спокойно доигрывать. Мы опять сделали провал. Мы и устроили себе качель. Нервная игра, конечно. Повезло, конечно. Ну, не повезло. Но сейчас, что команда, особенно ГИДИС, он забил 16-16 штрафные. Которые именно хороший процент. И выиграли 12-10 подборов. Где-то это дало свой порог. Но опять же у нас проблемы сейчас. Много теряем мячей. Может, из-за того, что все-таки более скоростная игра у нас пошла. Почти каждую игру мы делаем около 20 потерь. В два раза больше, чем должно быть. А в ВДД-модзаваре на Сене Брючеве связано с чем-то было технических скоростей. Ну, опять же, первая игра дома. Хочется победить. Все-таки мы на выезде провалили. Играли две игры. Хотя в Рудовальнике неплохо играли. И где-то давление, что все-таки дома вроде должны сильно помогать. Но именно это ответственность, чтобы выступить достойно перед зрителем. Может, это тоже. Хотя есть и плюсы, когда зрители поддерживают. Но есть, конечно, моральное давление сыграть хорошо дома. Ну, скажем так, до четвертой, за 4 минуты до конца второй четверки мы выполнили весь план тут, который тренировали, который задумали. То есть играли достаточно активную защиту. Играли там свои определенные комбинации. Знали, что от Днепрозота ожидает и зонный прессинг. Потом совершенно для меня удивительная вещь случилась. Мы на этом зонном прессинге, который, знаете, я считаю этот зонный прессинг люди такого уровня, как, например, Элвин Сноу, который у нас играл. Чариков игрок в Белоруссии. Витя Кондратовец. Игроки задней линии, прежде всего. Играли опытные люди. Дима Кораблев и Брайан Дэвис, которые должны этот зонный прессинг наказывать двумя-тремя передачами, тремя атаками сверху. И сразу команда подказалась. И мы в этот момент делаем подряд три потери. Причем потери совершенно для меня необъяснимы. Я буду пересматривать, смотреть. Но когда на моих глазах человек ловит мяч, он у него уходит с хвоста вау. Или мяч бьется в ногу. Или нелепая передача. И все это дело идет от опытных игроков. Начали. И проиграли отрезок этот. 47-47 закончили вторую половину. И опять продолжение. Опять же. Делали 11 потерь. За первых всего 21 потеря. Это очень много. Очень много. И не забили нескольких своих мячей. Когда уже все, преодолеваем этот зонный прессинг. Уже просто забить сверху. Игорь Кривцов бьет мяч сверху. Он отлетает в поле. Череповский просто под кольцом мяч не ловит два раза. Это все потери. Мои ошибки такие, которые я считаю, что сегодня мы сами проиграли. Сами проиграли игру тут. Безусловно. Потому что все мы сделали правильно, я считаю. Но исключить хотя бы 5 потерь. Я уже не говорю 21. Хотя бы 5 потерь. Пусть их будет 15. И все. Игра выиграна. Не успели, к сожалению, мы заявить еще одного игрока. Который, я надеюсь, уже в следующем игре будет. Потому что вижу. Вижу у нас проблема на позиции первого. Первый номер. Это Маркус Гриншоу. Прошлый сезон он играл в Боснии. Там, не помню, в какой команде. Первый номер. Первый номер. Первый номер. Маркус Гриншоу. Это первый номер, которого мы хотим просмотреть. Он у нас еще на просмотре. Но вижу в этой позиции там Шеллинс. Но не плеймейкер, так скажем. Это игрок более атакующего плана. Сегодня тоже он не очень, мягко говоря, сыграл. Статистика слабенько. Учитывая 7 потерь, это катастрофа. Это катастрофа. Поэтому, опять же, 4 потери вообще не вынуждены. Я не знаю, как он их сделал. Какие-то непонятные передачи. Будем делать выводы, будем смотреть, будем работать. Очень тяжелый у нас календарь. 8 подряд выездов. Но надеемся с каждым выездом улучшать какую-то свою игру. Причем все игры очень тяжелые. И за сегодняшнюю игру мне очень обидно, потому что игра была фактически у нас в руках. У нас в зале идет ремонт. И его, к сожалению, не успели закончить. И поэтому так сделали календарь, что мы первые. Да, да. Пока готов. Да, наш зал еще не готов. Ну, ничего там, да. Я просто понадеялся, опять же, когда пошел этот прессинг. Я хотел, рассчитывал Артема использовать. Но когда начали такие опытные люди, игроки, терять мяч. Он не такой опытный игрок. И я побоялся передернуть в этот момент за 3 минуты до конца. Оставалось 3 минуты до конца второй четверти. Надо было просто не сделать эти потери, перевести мяч, довести до логического. И передергивать человек достаточно уже просидел на скамейке. Потом передергнул вторую четверть, сыграл без него. Но посчитал, что так нужно. Прав ли я или не прав. Это не знаю. Как игра показала, может быть и не прав. Но понадеялся он, опять же, на опытных игроков. Ну, как всегда, у нас много потерь. 21 потеря на ровном месте. Это очень проблематично для нашей команды. Три игры и 20 с лишним потерь. Это очень много. Начали защищаться. Опять же, все начало получаться. Без защиты баскетбола нет. Провалили опять вторую четвертую. Потом догнали. Вышли вперед до десяти. И опять же, начали играть спокойно. Получили опять же два трудника. Это хорошо, чтобы в конце штрафные забили. Хотя выиграли подбор. Но опять же, за эти потери. Просто очень тяжело играть, когда на ровном месте потери. Оказалось, что некоторые операцию еще в сезон. Кажется, показывает правильные. Ну да, у нас сезон получился с самого начала. Такой проблематичный. Много травм, много людей, которые с температурой. Диор вообще только с больницы вышел неделю назад. И получается так, что мы не можем найти команду, которая была сплоченная, которая могла показать баскетбол на уровне, который мы показывали в том году.